После слов Путина о выходе из кризиса российская экономика устремилась вниз. По итогам февраля ВВП потерял 2,8% в годовом выражении. Это на полпроцента больше, чем рассчитывали в Минэкономразвитие. Промпроизводство упало на 3,7%. Реальные зарплаты из-за рекордной инфляции выросли лишь на одну десятую. Евро снова больше 90, доллар 76. Минфин предлагает спасти фонд национального благосостояния от санкций, раздав эти деньги в виде кредитов дружественным странам. Как пишут известия, такой вариант применения ФНБ в министерстве хотят сделать основным. Какие страны считаются дружественными и смогут ли они расплатиться по кредитам, пока не уточняется. Размер потреб кредита в России в феврале вырос сразу на треть. В среднем люди заняли в банках 264 тысячи рублей. Банки за счет этого нарастили прибыль на 20%. Льготная ипотека за время работы программы принесет банкирам еще больше триллиона двухсот миллиардов, заявили в ВТБ. Правительство предложило изымать у чиновников неподтвержденные доходы. Законопроект уже в Госдуме. Под подозрение попадут те, кому за год на счета поступила сумма, втрое превышающая годовую зарплату. Если законность этих денег не удастся подтвердить, они отправятся в казну, пишет Форбс и напоминает. Самый богатый депутат страны до недавнего времени работал в Сахалинской облдуме. За год семья Пашова заработала больше шести миллиардов. Сам он теперь под арестом по крабовому делу. В топливном союзе предупреждают, бензин на заправках в ближайшее время может подорожать на 14%. Причина – взлетевшие оптовые цены на топливо, из-за которых заправщики не смогли запастись бензином. В Минэнерго уверяют, ситуация под контролем. С 1 мая нефтяникам будут доплачивать за сдерживание цен. Форд в следующем году планирует запустить в России серийное производство электрофургонов. Переход на отечественное ПО обойдется Газпрому минимум в 180 миллиардов рублей. В компании предупредили правительство. В нынешней редакции закон приведет к серьезным финансовым потерям. И торопить компании вроде Газпрома с импортозамещением не стоит. Коммерсант между тем выяснил, российские производители микроэлектроники просят Минпромторг разрешить им использовать импортные процессоры и при этом считать технику отечественной. Налоговая за прошлый год взыскала долгов почти на триллион рублей, говорится в докладе Минфина. При этом сумма задолженности все равно выросла на полтора процента. Люди должны ФНС почти 2 триллиона рублей. Если бы не пандемия и мораторий на принудительное изъятие, в прошлом году изъяли бы еще больше, говорят опрошенные известиями эксперты. В Минфине работу налоговой признали эффективной. ЕС и Китай обменялись санкциями. В Брюсселе считают, Пекин нарушает права уйгуров. В Пекине заявили, что против вмешательства в свои дела. И внесли в черный список 10 европейских чиновников и 4 структуры. Европейские санкции были введены накануне и против России. Лавров заявил, у Москвы нет отношений с Евросоюзом. Британия вводит штраф в 5000 фунтов стерлингов для тех, кто попытается покинуть страну без веской причины. Такие ограничения сохранятся до конца июня. Германия продлила карантин до 18 апреля. В пасхальные праздники – режим полного локдауна. В России минимальный сентября прирост заболевших. 28 марта в гражданский оборот обещают выпустить уже третью вакцину – Кови-Вак. Путин пообещал привиться сегодня, но без журналистов. В Кремле, надеются, это ускорит вакцинацию. В администрации Байдена разрабатывают новый план спасения экономики – теперь уже на 3 триллиона долларов. Как сообщает New York Times, деньги пойдут на финансирование науки, образования и борьбы с изменением климата. В американском Минфине заявили, каждый пятый в стране сегодня не может вовремя заплатить за аренду жилья, каждый десятый взрослый голодает. Евросоюз создал фонд мира, из которого будет финансироваться военная помощь третьим странам. Как говорится в заявлении еврочиновников, 5 миллиардов евро пойдут на поддержание мира на территории стран-партнеров. Глава Госдепа Блинкен, выступая в НАТО, заявил, что «Северный поток-2» угрожает безопасности Евросоюза и Украины. Норвежские власти запретили продажу завода Rolls-Royce российскому трансмашхолдингу олигархов Махмудова, Бокарева, Комиссарова и Липы. В Минюсте пояснили, Норвегия не сотрудничает с Россией в области безопасности и продажи завода поставят под угрозу норвежские интересы. Во Франции магазин IKEA обвинили в шпионаже за собственными сотрудниками. На скамье подсудимых бывшие и нынешние руководители подразделения, несколько менеджеров, а также полицейские, которых нанимали для слежки. PricewaterhouseCoopers, между тем, выяснил, почти половина работников во всем мире не против того, чтобы работодатель следил за ними в офисе. Треть категорически против.